Привет, друзья! С вами Большой Дэн и проект Рок-Энциклопедия от Айда Зет. И сегодня мы узнаем о группе Кэмэлл. Хотя Кэмэлл не имели такой массовой популярности, как, например, Alan Parsons Project, благодаря альбомам Mirage и The Snow Goose они обрели культовый статус и преданную армию поклонников. В середине 60-х гитарист Эндрю Латтимер играл в ансамбле Phantom 4, который после прибытия басиста Дага Фергюсона взял курс на блюз-рок и переименовался в The Brew. Вскоре в команде появился барабанщик Энди Уорд, а когда первая попытка в громзаписи провалилась, в состав решили добавить клавишника. В итоге, по объявлению, на эту должность был найден Питер Бардинс, а уже после этого коллектив сменил название на Кэмэлл. Свой первый концерт квартет отыграл в декабре 1971 года на разогреве у Wishbone Ash, а в августе следующего года заключил сделку с MCA Records. К сожалению, светлый и мелодичный дебютный альбом, впоследствии называемый многими лучшим в дискографии группы, не был оценен современниками по достоинству, и фирма не стала продлевать контракт. Тем не менее, у Кэмэлл нашлись новые работодатели в лице Декка, и следующие 10 лет команда провела под крышей данного лейбла. С уже прочно сложившимся творческим тандемом Лаки Миробардинса, весной 1973-го коллектив выпустил вторую пластинку, где проявилось стремление к затяжным инструментальным фрагментам и усложненным структурам. Композиция Уайт Райда была написана Латимером под впечатлением от «Властелина колец», и Фергюсон предложил сделать концептуальный альбом на основе какой-нибудь книги. Остальные музыканты подхватили идею, и ее реализовали в программе под названием «The Snow Goose», созданной по мотивам произведения Пола Галлика. Эта чисто инструментальная пластинка имела легкое приятное звучание и со своим 22-м местом дала команде попробовать вкус чартового успеха. Не менее тепло публика приняла и полнометражку «Moon Madness», которой досталось 15-е место в Англии и 118-е в США. На данном альбоме вновь появились фрагменты с вокалом, причем часть треков посвящалась каждому из участников квартета. Впрочем, четвертый студийник стал последним для оригинального состава, поскольку с подачи Уорда коллектив начал продвигаться в джазовом направлении, и поэтому к команде присоединился саксофонист Мел Коллинз, а недовольного новым курсом Фергюсона сменил Ричард Синклер. К сожалению, внутренние проблемы на том не закончились, и вскоре начали конфликтовать Латимер и Барденс. Тем не менее, балансируя на грани между джазом, поп-роком и прогрессивом, в конце 70-х Кэмэл выпустили парочку интересных альбомов, которые, хоть и вызвали смешанные отклики, в чартах заняли неплохие позиции. После выхода Брэзлис, Барденс все же не выдержал и покинул состав, а воспользовавшиеся моментом Латимер и Уорд поставили эксперимент, пригласив в команду сразу двух клавишников. Попутно был уволен и Синклер, а на его место пришел Колин Басс. Хотя на диске I Can See Your House From Here с подачи продюсера Руперта Хайна группа развернулась к более мейнстримовому и типичному для грядущих 80-х саунду, на фоне разгула панк-рока работа не могла похвастаться серьезным чартовым успехом, а заодно вызвала недоумение старых фанатов. Вернувшись к прогрессивным структурам и концептуальному подходу, в 1981-м Кэмэл выпустили альбом Nude с сюжетом о найденном на острове спустя много лет после окончания Второй мировой войны японском солдате, который не знал, что боевые действия уже давно закончились. Вскоре по выходу диска, боровшийся с алкогольно-наркотической зависимостью Уорд, предпринял попытку самоубийства. И хотя он остался жить, о возвращении за ударные пока не могло быть и речи. Команда тут же развалилась, однако под давлением лейбла Латимеру пришлось исполнять контрактные обязательства, и в окружении наемников он записал слегка напоминающий творчество Alan Parsons Project «Disk the Single Factor». Когда стало ясно, что Уорд все же не вернется, его официально вычеркнули из штата. И к оставшимся с предыдущих сессий басисту Дэйвиду Пейтону и вокалисту Крису Рейнбоу, Латимер добавил барабанщика Пола Бёрджеса и клавишника Тонос Херпензейла. В 1984-м вышел альбом Stationery Traveler, схожий по стилистике с предшественником, но при этом имевший концептуальную подоплеку и рассказывающий о двух мирах, разделенных берлинской стеной. На время сопутствующего тура в команду вернулся бас, однако вскоре из-за затянувшихся судебных баталий Латимера с бывшим менеджером, проект оказался заморожен. Кэмэл вернулись после длительного простоя с пластинкой Dust and Dreams, выпущенной уже на собственном лейбле Кэмэл Продакшнс. Этот концептуальный альбом был сделан под влиянием романа Джона Стейнбека «Гроздья гнева», а с музыкальной точки зрения являлся возвращением во времена нюд. Сопроводительное турне закончилось выходом концертника «Never Let Go», а вот очередной визит в студию был отложен из-за смерти отца Эндрю. Пока длилась эта пауза, команду покинули с Херпензейл и Бёрджес, и верным соратникам Латимера остался один бас. Альбом «Хаба оф Тиэйс» посвящался непростой судьбе ирландских иммигрантов, причем на нем группа сделала заметный уклон в фолк. Вообще, на протяжении 90-х Кэмэл предпочитали выпускать концертники, но под конец декады все же подготовили еще один студийник. Альбом «Раджас», чье название было позаимствовано из арабского поэтического метра, уже не нес определенной концепции, но зато возвращал команду к ранним экспериментам с джазом. В записи диска поучаствовал из Херпензейл, однако он не стал оставаться в группе, и кадровая текучка продолжилась. В 2002-м в продаже появился полнометражник «A note and the wing», в котором было много акустических гитар и флейт. Этот спокойный и меланхоличный альбом посвящался памяти недавно скончавшегося Барденса, а после его выхода деятельность команды была приостановлена. Произошло это из-за болезни Латтимера, но спустя 10 лет Эндрю почувствовал себя значительно лучше и вернул Кэмил на сцену. Концерты коллектива возобновились, а в 2013-м был заново перезаписан «The Snow Goose». И хотя проблемы со здоровьем продолжали преследовать лидера группы, гастроли проходили достаточно регулярно, а на основе аншлагового выступления в Royal Albert Hall впоследствии вышел «Зальник». Любопытно, что из-за оформления второго альбома Кэмил начала угрожать судом их тезка «Табачная компания», и в США диск вышел с другой обложкой. В то же время по поводу «The Snow Goose» выражал протест автора одноименной повести Пол Галлика, который не любил курильщиков и считал команду связанной с табачным брендом Кэмил. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok